Здравствуйте, друзья! Это Дмитрий Домбровский и это программа «Самогипноз для чайников», 9 выпуск. Программа для тех, кто на самом деле понимает, что, научившись управлять своей психикой, вы начинаете управлять своей жизнью. Сегодня тема, как бы вам это сказать лучше, не то чтобы она сложная и не то чтобы она нудная. Она сложная для восприятия поначалу, но все ж таки попытайтесь. Я трачу на своих семинарах, на эту тему достаточно много времени. Сегодня у меня этого времени нет, поэтому я задам основные направления, основные алгоритмы, а вы попытаетесь эту тему покопать самостоятельно. Тема – это очень важная, потому что без понимания того, кем или чем мы являемся в этой вселенной, нельзя отправиться в путь самосовершенствования. Вот с чего я хочу начать, чего многие люди не понимают. В нашей жизни мы взаимодействуем с социумом, и как бы человек не уверял себя, что он никаких ролей не играет, вы увидите, мы все играем различные социальные роли. И у каждой из этих ролей есть еще суброли или субличности. Вот давайте об этом поговорим немного. Вы должны понимать, что в разных ситуациях, с разными людьми, вы ведете себя абсолютно по-разному. Вы не можете, будучи начальником у себя на работе, вести себя так же, как вы ведете себя с ребенком у себя дома, например. Вы не можете, будучи начальником у себя на работе и выговаривая что-то своим подчиненным, раздавайте, еще раз опоздаете, тут звонок, вы поднимаете трубку и слышите в трубке голос своего начальника босса. Вы не можете продолжать находиться в роли начальника, вы не можете продолжать кричать, «А, что? Иван Иванович, да что ты звонишь? Я тут...» Нет, вы сразу превращаетесь в подчиненного. «Иван Иванович, здравствуйте, дорогой, как я ждал ваш звонок». Вы играете другую роль. Вы не можете прийти в роли начальника домой и попросить ужин у своей супруги именно таким тоном, которым вы разговариваете со своими подчиненными. Вы не можете разговаривать со своим ребенком так же, как вы разговариваете на работе со своими подчиненными. Вы не можете разговаривать с родителями так, как вы разговариваете со своей супругой. То есть, когда вы разговариваете с супругой и когда вы думаете о супруге, вы как бы находитесь в некой роли, в роли мужа. Когда вы приходите на работу и вы начальник, вы должны играть некую роль. У этой роли есть определенное качество. И чем эффективнее вы исполняете эту роль, тем более эффективным начальником вы являетесь. Если вы эффективно исполняете роль мужа, у вас прекрасное взаимоотношение в семье. Если вы прекрасный друг, вы приходите к друзьям и исполняете роль друга, а не продолжаете исполнять роль начальника. То вы нормальный друг и с вами общаются. Но если вы приходите в компанию и начинаете всех загружать, да вот у меня Иваныч тут тоже не пришел на работу, так вас послушают один-два раза, потом вас приглашать перестанут. И вы, наверное, помните книгу Владимира Леви «Искусство быть другим». В свое время вышла такая книга, Владимир Леви считал, что основная причина конфликтных ситуаций, большинства конфликтных ситуаций – это наша ролевая инерция, наша ролевая инерция. То есть вы остаетесь в одной роли и продолжаете ее играть там, где вам абсолютно не надо играть. И вот все эти взаимодействия с социумом можно выделить в некие роли. Давайте посмотрим на эту схему. И вы сможете легко создать такую же модель, вы сможете легко создать такую же психическую карту не за один день, но за неделю или за месяц вы поймете, какие роли вы играете и в каких ролях вы эффективны. Сейчас, друзья, вы увидите, что на самом деле не бывает неуверенных людей, не бывает застенчивых людей, не бывает агрессивных людей, не бывает злых людей, не бывает глупых людей, не бывает бесперспективных людей, их не бывает. Ваша суть, ваше «я» – оно всегда неизменно. Вот это – это ваша личность. Ваша личность не относится к вашей сути, к вашей сущности. В свою сущность вы можете попадать после смерти, вы можете быть в этом состоянии перед рождением, вы можете попадать в свою сущность во время глубоких медитаций, но как только вы выходите из медитации, как только вы рождаетесь на этой земле, вы начинаете становиться личностью. И у этой личности очень много качеств и очень много аспектов. Есть физический аспект, духовный аспект, интеллектуальный аспект, эмоциональный аспект. Из этого состоит личность. И личность функционирует в социуме. И в этом социуме эта личность может стать отцом. Вы женились, у вас родился ребенок, и вы начинаете играть роль отца. Но вас кто-то родил, и у вас есть родители, или были, в любом случае, если у вас есть родители, вы играете роль сына. Потому что у вас с родителями особые взаимоотношения, вы по-другому с ними разговариваете, иначе к ним относитесь, вы играете роль сына. Если вы начинаете учиться, вы начинаете играть роль студента. Если вы устраиваетесь на работу, вы можете играть роль начальника, социальную роль начальника. В то же время вы можете играть роль подчиненного. И таких ролей, наверное, у вас достаточно много. Вы можете выследить эти роли очень легко. И буквально за несколько недель вы поймете, какие социальные роли у вас есть. Более того, вы можете хотеть стать кем-то. Вы можете хотеть развить какой-то бизнес. Вы можете влюбиться и захотеть связать свою жизнь с каким-то человеком. У вас есть потенциальные роли, которые вы еще будете играть. Это тоже входит в вашу личность. Более того, у каждой роли, у каждой из этих социальных ролей, которые вы откроете, и которые вы нарисуете для себя, есть некие маленькие роли, черты, характер, черты этих ролей, субличности. Давайте назовем их субличностями. И вы знаете, что если вы отец, вы иногда с ребенком можете вести себя очень демократично. Вы такой некий отец-демократ, например. Вы можете быть в то же время через день тираном. Вы можете начать кричать по какой-то причине. Вы можете негодовать, вы можете наказывать ребенка. Вы можете быть заботливым отцом. Это субличность. Это все входит в роль отца. Вы можете быть забывчивым отцом. Столько раз вы обещали ребенку сводить его в зоопарк, уже 10 лет подряд обещаете, вы забываете. Вот есть некая такая субличность, которая забывает. И это тоже субличность живет. Может быть щедрый отец, субличность щедрого отца, которая буквально на следующий день может превратиться в субличность Скупердяя. Одна роль, но вы бываете разным отцом. Вы бываете и щедрым, вы бываете и грубым, вы можете быть и ласковым, и так далее, и так далее. Вот эти качества этой роли, вот эти качества, вы тоже можете выследить. И в отношении каждой из собственных ролей, даже потенциальных ролей, вы можете обнаружить субличности, различные субличности. Давайте возьмем роль студента. Вы стали студентом, вы учитесь, у вас все хорошо. Вы активный студент, бываете активным студентом. Вы бываете иногда ленивым студентом, вы иногда не хотите делать задания, но это не всегда. Вы не можете сказать, прийти к психотерапевту и сказать, вы знаете, я ленивый человек. Нет, да вы во всем нормальный, ваша структура личностная, психическая структура нормальная, но вы в какие-то моменты, именно когда учитесь и бываете в роли студента, вы бываете ленивым студентом иногда. Более того, когда вы идете в роли студента сдавать экзамен, вы заходите в аудиторию, у вас начинают дрожать руки, дрожать ноги, подгибаются коленки, вы берете билет, вы забываете все, что вы учили, вы не сдаете экзамен. Это для вас проблема. Это для вас проблема, и вы приходите к психотерапевту. Вы говорите, понимаете, я не уверенный, я застенчивый, я очень волнуюсь, что мне делать, я вот такой-то. Не надо говорить так. Вы нормальный человек, ваше я абсолютно не относится к этой субличности. Ваша личность, включая другие роли и другие субличности, не относится к субличности взволнованного на экзаменах студента. И когда вы выделяете одну субличность, которая мешает вам жить, вы говорите себе, у меня есть одна субличность, я ее знаю очень хорошо. Она появляется только тогда, когда я иду на экзамен, вхожу в аудиторию, вижу преподавателей, вижу билеты, понимаю, что это экзамен, и у меня начинается мандраж. Вы не можете сказать о себе в целом, что вы волнуетесь постоянно. Мы говорим об одной субличности. Так вот, когда вы занимаетесь самогипнозом и самопрограммированием, вы занимаетесь реимпринтированием субличностей, тех, которые вам не нравятся, те, которые нуждаются в некой корректировке. Вот что вы должны понять. Когда вы говорите о себе, я человек неуверенный, и поэтому я не могу стать богатым и занять такой-то пост, и познакомиться с такой-то девушкой, вы не правы. Потому что на самом деле это всего лишь действие одной из субличностей в рамках какой-то роли. И какая это субличность, и что это за роль, вот это вы должны выяснить. Вот такую карту психики вы должны для себя нарисовать, для того, чтобы все ваши занятия по самогипнозу были эффективны, для того, чтобы вы начали развиваться как личность. Что касается упражнения к этому выпуску. Вот это карта вашей психики и будет упражнением к этому выпуску. Это была программа «Самогипноз для чайников», и я ее ведущий Дмитрий Домбровский. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго. Успехов! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...